Здравствуйте! Несмотря на всевозможные катаклизмы, крупные мировые автопроизводители продолжают бороться за снижение расхода топлива и повышение экологичности своих автомобилей. Борьба идет с переменным успехом. Кто-то пытается захватить лидерство в производстве гибридов. Кто-то сейчас нацелился на новую нишу электромобиля. Но самое главное, кто из всех производителей способен уже сегодня предлагать рынку готовые решения. Компания Volkswagen говорит о том, что именно сегодня готовы предоставить автомобили, доступные по цене, по качеству, с низким расходом топлива и с небольшими выбросами. Эта технология называется Blue Motion. Надо отдать должное немецкому концерну. За стратегическим планированием здесь все в порядке. Год назад осенью на парижском автосалоне, когда экономический кризис еще только набирал обороты в сознании потребителя, немцы не поддались общей тенденции. Напомним, что Париж 2008 прошел под знаком электричества. Большинство концептов были именно на электротяге или на худой конец на гибридной. Дальновидные немцы заявили, что они делают ставку на настоящее. В центре экспозиции оказался не диковинный концерт-кар, не Golf 6 со своей мировой премьерой, а с виду совершенно обыкновенный пассат-вариант. Но именно этот работяга, силуэт которого одинаково легко встретить как в Европе, так и у нас в России, задал новую планку для мирового автопрома. Эта машина на одном баке способна проехать 1700 километров, ведь расход дизеля составляет 4,1 литра на 100 километров. При этом выбросы СО2 сократились до 109 грамм на километр. Но самый главный автомобиль при этом практически не подорожал. Спустя год, на этот раз на главном европейском моторшоу во Франкфурте, где тема электричества возникла с новой силой, гвоздем программы от Volkswagen был уже электромобиль EAP. А где же технологии Blue Motion, спросите вы? Они уже на серийных машинах. Сегодня мы прокатимся на самом экономичном, экологичном автомобиле из всей линейки концерна. Новом поло-версии Blue Motion. Ну, чтобы журналистам не держать много в голове, основные параметры отличия вынесли прямо на капот. Но на вторую строчку можно не обращать внимания. Вот этими низкими выбросами СО2 нас, россиян, не проймешь. А вот расход 3,3 литра дизеля на 100 километров, это уже интересно. Немцы утверждают, что этот поло способен на одном баке проехать 1363 километра, что примерно соответствует расстоянию отсюда, Ганновера, где мы с вами находимся, до Венеции. Но, к сожалению, Венецию нас сегодня не отпустят. А вот поклесить в окрестностях, проверить, насколько это соответствует действительности, мы сегодня, конечно же, попробуем. Сердце Blue Motion. Новый трехцилиндровый дизельный двигатель с Common Rail. Рабочий объем 1299 кубических сантиметров. Максимальная мощность 75 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 180 ньютон метров. Максимальная скорость 173 километра в час. Разгон с нуля до 100 километров занимает 13,6 секунды. Расход топлива при смешанном цикле 3,3 литра на 100 километров. Надо вам сказать, первое ощущение, как только мы тронулись на этом автомобиле и поехали, что, конечно же, этот новый Polo дохляк. Но я вам скажу честно, это очень субъективно. Дело в том, что предыдущий Volkswagen Polo, с которым мне пришлось иметь дело, недалеко, как прошлой зимой, был Polo GT. И там и звук, и динамик этого автомобиля были совсем другие. Но, правда, в случае с GT, конечно же, ни о каких зеленых технологиях и о суперэкономичности говорить не приходилось. Как ни крути, горячие и теплые хэтчи – это нишевый продукт. За право его приобрести придется раскошелиться, а в условиях глобальных финансовых неурядиц кошелек берет вверх над амбициями. Почти одновременно с Polo GT, о котором речь шла выше, дебютировал Polo с технологией Blue Motion предыдущего поколения. Примерно 10% европейских покупателей Polo выбрали именно этот автомобиль из-за его экономичности и низких налогов. Вот почему новинку с зелеными технологиями следующего поколения можно назвать ожидаемой. Наверное, на хорошем промяке не помешала бы шестая передача. Это бы тоже помогло сэкономить топливо. Но, как говорят инженеры, шестиступенчная коробка слишком тяжелая, к тому же более дорогая, поэтому ее здесь нет. Еще один момент, который оставляет неприятные впечатления от вождения – это очень длинноходная коробка. Мы даже не поленимся, чуть позже вам сообщим точные передачные числа, но что-то здесь явно не так. Это пятиступенчатая механика, которая переключается очень и очень не спеша. И самое главное, здесь еще стоит система подсказок, для того, чтобы ты ехал более экономично, тебе подсказывают, на какую передачу ты это должен делать. И когда машина тащится еле-еле, на токометре всего лишь полторы тысячи оборотов, этот компьютер требует переключиться на повышенную. Вот сейчас скорость 60 км в час, у нас 1100 оборотов, и он нас заставляет ехать на пятой передаче. Сами понимаете, что динамики никакой. В общем, мы начинаем подозревать, что этот автомобиль нарочно провоцирует такой вальяжный, неспешный стиль вождения. Нет, мы, конечно, не спорим, это очень хорошо. Чем медленнее, чем внимательнее, тем безопаснее. Ну, в стиле еду, никого не трогаю. Но, с другой стороны, где же удовольствие от вождения, где же драйв? По мне, так лучше, наверное, прохватить в рамках правил, но динамично и быстро, а потом выйти и посадить дерево, но не разминяться по белочам вот на эти самые зеленые бантики. Конечно, все это поправимо. Вы можете намеренно не следовать рекомендуемому алгоритму переключения и тогда слегка придушенный, но тяговитый дизелек уверенно выдаст все заявленные характеристики. А вот этот сюрприз, пожалуй, мы от этого автомобиля ожидали. Как только ты подъезжаешь к светофору, останавливаешься, при этом переводишь селектор в КПП в положение нейтрали, убираешь ногу с педали сцепления, оставляешь при этом на тормозе, проходит какое-то мгновение и автомобиль глохнет. Ну что ж, эта система старт-стоп, конечно, давно нам хорошо знакома. Загорается зеленый свет, как только вы отжимаете сцепление, двигатель тут же запускается, делает, в принципе, довольно быстро, и после этого продолжается движение. Система старт-стоп в основном процветала на маленьких машинках сегментов А и Б. Ее внедрение позволило сделать и без того, не прожоривая малышей, суперэкономичными и экологически безвредными. Европейцы посчитали, что городской автомобиль делает в среднем около 8 коротких остановок по 50-55 секунд каждая на протяжении 8 километров пути. В основном это, конечно же, светофоры. Каждый раз глушить в такой ситуации мотор просто немыслимо, если за вас об этом не думает электронный блок управления двигателем. Сейчас эти блоки становятся все хитрее и умнее. Теперь они усыпляют мотор только в том случае, если заряда батареи хватает на обеспечение работы всех важных энергосистем, таких как фары, кондиционер или навигация. Если энергопотребление повышенное, то отключений может и не произойти. В любом случае система позволяет экономить до 10% топлива, а также значительно снизить вредные выбросы СО2 в атмосферу. Основное преимущество, конечно же, снижение расхода топлива. Но самое главное, автомобили, оснащенные системой старт-стоп, не жгут кислород по-напрасному на светофорах и в пробках. Во время таких краткосрочных остановок бортовые системы, такие как кондиционер, музыка, свет, продолжают работать. Прибавьте сюда постоянные запуски двигателя. Все это нагрузки на аккумулятор. Чтобы решить эту проблему, здесь стоит большая батарея. Кроме того, имеется система рекуперации энергии при торможении для ее подзарядки. Практически как Керс в Формуле-1. Обычно новые узлы неизбежно ведут к подорожанию сервисного обслуживания. Но в концерне принципиально заверили, что сервис автомобилей BlueMotion не будет дороже обыкновенных моделей. Конечно, сами детали несколько дороже, но это коснется кармана потребителя только в случае постгарантийного ремонта. Как признают сами люди из Volkswagen, наибольшее влияние на расход оказывает вот эта самая подсказка, которая говорит, когда нужно на какой передаче двигаться. И это приносит порядка 20% экономии. Ну, понятно, если у человека есть эта самая подсказка в голове, то никакой пакет BlueMotion ему не нужен. Он способен, когда нужно, двигаться экономично сам. Вроде с сервисом по нулям. Но все же изначально придется доплатить примерно 1500 евро к стоимости обычной машины. За что? Наконец, погода над нами сжалилась, дождь прекратился. И давайте теперь спокойно осмотрим этот автомобиль, чтобы попытаться понять, как же Volkswagen удалось добиться таких результатов. Для этого сначала предлагаю заглянуть под капот. Во многом перешагнуть вот этот рубеж в 4 литра на 100 километров Volkswagen сам удалось благодаря новому мотору из семейства TDI. Это новый мотор, специально разработанный для Volkswagen Polo, объемом 1,2 литра. Конечно же, дизель. Одна из самых важных характеристик этого мотора – хорошая тяга на низких оборотах. Максимум крутящего момента 180 ньютон-метров достигается всего лишь при 1500 оборотах в минуту. Таким образом, чтобы уверенно ехать, не обязательно сильно давить на педаль газа. В этом, собственно, залог экономии. Давайте пойдем дальше. Итак, двигатель – это первое. Второе – это аэродинамика. Polo Blue Motion, конечно, отличается от простого пятидверного нового пола. Но вот эти отличия – это не стилистика, а вполне продуманные и просчитанные вещи. Каждая из них влияет на расход топлива. Если помните, тогда наши коллеги снимали программу увлекательной аэродинамики, где попытались максимально снизить расход топлива автомобилей Ford Fiesta на метровском полигоне исключительно за счет улучшения аэродинамики. Главный момент – с помощью скотча заклеить все возможные щели. В случае с пола на заводе эту проблему решили по-своему. Итак, гриль и радиаторные решетки теперь полностью закрыт. Более того, внизу на переднем бампере появились вот такие реснички, которые улучшают аэродинамику. Там внизу еще более аэродинамичный поддон. Кроме того, стоит обратить внимание на колеса. Во-первых, это резина, которую, правда, используют и другие производители, и легкосплавные диски. Они также продуты в аэродинамической трубе и, как нельзя, лучше влияют на расход топлива. Мы имеем еще здесь специальный порог. Это тоже аэродинамический элемент, который можно заказать в пакете Blue Motion. И, конечно же, вот такой спойлер. Ну, еще следует добавить задний бампер, тоже имеющий особую форму. На этом, пожалуй, об аэродинамике все. Что интересно, Volkswagen предлагают все вот эти решения, точнее, пакет Blue Motion, не только с автомобилями Blue Motion, но и в качестве опции к остальным моделям. Его можно заказать практически ко всей линейке концернов Volkswagen. И в зависимости от конкретного автомобиля, расход можно снизить до 1 литра на 100 километров. К слову, улучшенная аэродинамика поможет снизить расход, даже если вы отключите систему старт-стоп и не будете слушать подсказок. Это делается одним движением руки. Обычная кнопка на торпедо, и ваш автомобиль не глохнет на перекрестках. За время нашего короткого знакомства мы проехали на поло всего пару сотен километров. К сожалению, заявленного расхода 3,3 литра нам добиться не удалось. Наверное, потому что мы не очень старались. Но стабильный средний расход 3,8 литра при совершенно не экологичном стиле езды – это тоже хороший показатель. Ну что ж, давайте подведем итоги. Вы знаете, экологические зеленые технологии – это просто прекрасно. Стоимость для немецкого рынка этого автомобиля будет всего лишь на полторы тысячи евро больше, нежели обычный поло. Цена сервиса та же самая. Но, говорят, эта машина будет пользоваться спросом, потому что владельцы таких автомобилей здорово выигрывают о налогах. Что касается российского рынка, то опять нас это все с вами, к сожалению, не касается. Поэтому только в Европе по-прежнему можно будет встать и вздохнуть полной грудью чистой воздух. Потому что вокруг ездят вот такие экологичные автомобили. А что касается России, нам придется вновь подождать. Сколько ждать – неизвестно. А тем временем в Европе версии BlueMotion уже показывают не только новоиспеченный автомобиль года, но и практически всю линейку легковых автомобилей Volkswagen. Помимо Passat и Golf здесь есть и такие тяжеловесы, как Touareg. Сложно себе представить недорожник весом за 2 тонны с расходом топлива, скажем, в 5 литров на 100 километров. Но, наверное, и такое скоро будет возможно. Продолжение следует... Продолжение следует...